Кого шире пул героев и многих таких факторов, то есть один-два раза ты можешь обыграть на каком-то удивлении оппонента, а когда тебе с ним надо играть 12-15 раз, то тут уже надо стабильно выигрывать как-то. Фурион, Никс для Team Empire, Virtus.pro забирают себе Ancient Operation и Свена. Весьма стандартный пик для Virtus.pro, в бан отправили Веспа, Инчу, Виномансера, Дизраптора, ну и имперцы избавились от Найтсталкера, Лича, Дарксира и Кунки. Вот Кунка тоже был частый гость в пике Virtus.pro, сейчас оказался в бане. Фурион, Никс, Фурион, Никс. Какого-нибудь инвокера бы добрать еще имперцам, тем более играют они. Фурион, Никс это уже намек на то, что это будет движуха такая по всей карте, то есть они будут пытаться где-то там ловить через инвиз, прилетать Фурионом, то есть тут такое что-то глобальное выдумывать. Ну, на самом деле, почему бы и нет. ВП проигрывали уже у Империи в этом сезоне. О, тот самый Сайленсер, который вчера громил после этой игры, еще он скоро затвитал, мол, двукратный победитель игры, самый умный. Но он там тонну интеллекта настилил, еще сначала многие... У него там на седьмой минуте было, по-моему, плюс десять. Да, там у Скаймага не хватало маны на полный рассказ, потому что он слишком много интеллекта потерял, как говорил NS. Они немного отупели, типа, и у них не хватает там на Мистик Плеер. Да, все в этом здании немного отупели. Ну, на самом деле, так оно и было, как бы. Такой герой Сайленсер, который отупляет, и очень серьезно так отупляет. Так, появляется Spirit Breaker от Virtus.pro. Вот такие вот пухлые ребята. Свен, Spirit Breaker, Monkey King четвертым пиком для Team Empire. Хотя здесь врываться будет Spirit Breaker тяжеловато. Влетаешь, получаешь Global, и твоя команда уже инициировать не особо хочет. Но если Свен справится со всем этим нажатием Black King Bar, то Ancient Operation чем-то помочь не сможет. ВП. Какой-то хороший герой. Что-нибудь, что снимает с себя хотя бы Global, а Dark Sergeant Bany. По-моему, ВП сейчас немножечко не ожидали Monkey King'а. Так, а я пока не вижу каких-то больших проблем в этом Monkey King'е. Когда есть Свен, который нажимает Warcry, вот все вот эти физ-дпэйсеры, у которых, ну, которым надо бить много с руки, они как-то немного выпадают. Вот, и сейчас есть Свен, который соберет какую-то керасу, и Monkey King'у будет очень трудно. Опять-таки вопрос в том, какой будет Monkey King, да, вот мы видели Monkey King'а, например, от Spirit, от Secret'а вчера, который, ну, не то чтобы Monkey King, который стягивал на себя фарм, это Monkey King'а, который очень сильно страдал, но он в любом случае был полезен, и свою работу он сделал. Так что... Сейчас еще и Бэтрайдер появляется. Здесь Monkey King'у будет сложно, смотри. Бэтрайдер ломает деревья очень хорошо своим фаерфлайем, поэтому если Monkey King где-то засветится, то велик шанс того, что его поймают. Да, Бэтрайдер еще один герой, которому врываться под Сайлансера неудобно. Запрыгиваешь, получаешь Global, и тебя отцепляют. Опять же, здесь есть Никс, который карапасами будет мешать. От фаерфлайу, да, мешает очень сильно. Ну и пятый бан от имперцев. Какой-то мидер должен отвалиться. Чем любят поиграть Virtus.pro? Ну, баншой, например, они любят поиграть. Здесь она тоже здорово смотрится. Опять же, это О'Е Сайланс. Пуш потенциал со Свеном хороший. Так что я бы на месте Team Empire убрал бы отсюда баншу. Ну, там всегда, конечно, остается какой-нибудь Queen of Pain. Вот Вайпера убрали. Банша — это просто герой, которым к тому же No.1 очень хорошо еще много играет. Играет много им команда Virtus.pro в целом. Так что под банем было бы неплохо. Витя, скажи, это я сегодня переиграл в PlayStation, что у меня такой писк в ушах? Или это у тебя тоже? Блин, я думал, не спрашивайте. Типа я перестримим в этих наушниках, и мне тоже кажется, что что-то в ушах пищит. Нет, реально что-то пищит. Да, а то мы сидим вдвоем и думаем, боже, неужели у нас уже все, крыша поехала от наушников и так далее. Я просто сегодня провел великолепных четыре часа, играя в игру Uncharted 2, которой 10 лет, а то и больше. А я в Dota шпилил. В Dota? Да. И как она? Четыре подряд выиграл. Все четенько. Нет, это говорит о том, что Dota умирает. А потом еще пятую с хвостом выиграл. С хвостом в Dota выиграл? Ну, я сам был в шоке. По-моему, это невозможно. По-моему, Dota воскресает в этот момент. У меня с хвостом 0% винрейт в пабликах. Ну, у нас тоже до сегодняшнего дня был 0%. Не, ладно, вру, не 0, где-то когда-то выиграли. А потом он взял дерево, мы проигрывали что-то там 0,10, он сказал, ну это стандартно, и мы начали жестко камбетчить. И выиграли. Да, антимага победили. Не знаю, когда я включался, мы вдвоем уже стримили PUBG. Ну, это тоже было. Ну, так мы после PUBG еще пошли в Dota играть. Я понял. В PUBG все хуже. Мне не нравится карта туман, которую добавили. Это вообще ужасно. Слава богу, что тебе хоть что-то в PUBG не нравится. Мирана. Мирана для NoWana. Мирана, в которой вчера играли, собственно, Empire. А может это воровство, кстати? Может это воровство. Может не столько пик, сколько воровство у FN ее? А может это Solomit Silencer? Не-не-не, я думаю, пусть вчерашние игры явно OneScore подсядет сейчас на Силенсера на некоторое время. Ну ты же понимаешь, если у тебя в одной игре получилось Силенсером нафармить Инты, это не значит, что ты в каждой игре будешь фармить много Инты. Да? Прикинь. Да нет. Она же у тебя не остается. Это тебе не драконы в League of Legends, которые вот прикинь. Я сегодня узнал, оказывается, что в League of Legends есть типа Рошан, а есть типа еще драконы, типа они как Эншенты. Если ты их убиваешь, они тебе дают баф вообще до конца игры. А рессуются они через игры? Да, они рессуются раз в 5 минут, да, и бафы стакаются. То есть там есть дракон, который дает мувспид, ты убил их трех, у тебя тройной бонус. Они еще раз появляются? Да, этот же дракон опять появляется. Но не апается баф уже. Не апается. Смотри, то есть там есть дракон, которого ты убиваешь, тебе дает 25 мувспида вне батла. То есть у тебя там мувспид 300, если ты его убил всей командой, 325. Если ты еще одного такого дракона убьешь, он как руна респится, у тебя уже 350, еще но 375. Да это на самом деле не сказал бы я, что баланс на это все дело. Ну то есть ты, если преимущество на карте захватил, у нас это ограничивается Рошаном, Аеги с МСРом, то там ты просто настакал себе до конца игры. Да, я сегодня пытался понять. Я, скажу честно, денег сегодня поставил на игры и решил... Все, давай остановим ноту. Я только сейчас понял, что я вклинился в беседу про Лол. И мне вообще-то... Можно мне писк в момент, когда он говорит про Лол, прибавлять в ушах, чтобы я этого не слышал? Могли бы рассказать, кто на ком играет в этот момент. Но лучше рассказать, кто куда ты пешется. А потому что Никс уже полетел и побежал Мипошка уже ставить варды. Мипошка на Никсе, гостик на Nature's Profit, Ван Скорна, Сайленс, Реа, Фенчик, Наэмбер, Спирити, Чапи сыграет на Манки Кинге. Ну и Virtus.Pro соло будет играть на Ancient Operation, Рамзес, Свен, Ноуан, Патма, Пашка на Бэтрайдере и Лил, Спиритбрейкер. Битва тиммейтов по Team Ukraine, гостик против Лила и Ноуана. В Team Ukraine они будут играть вместе, здесь они будут сейчас друг друга избивать. Или не будут, или будут, типа, ты мой будущий коллега, все, я тебя не буду убивать сейчас на линии. Да не, вряд ли. На линии гостику стоять против Рамзеса, а Рамзес, скорее всего, будет играть в сборную России, так что он будет гостика овнить. Типа, вот что с тобой будет на финалах. А он будет кричать «Формазер Раш». Ну, наверное, наверное, не знаю. Конечно, все ждут эпический анонс сборной России, обещали его на этой неделе нам выдать. И, конечно, все будут ждать там на условных финалах в Барселоне матч между Россией и Украиной. Это было бы весело. То есть уже был анонс анонса? Анонс анонса был, да. Анонс анонса был. Генеральный менеджер Virtus.pro Рома Дворянкин написал, что скоро будет полноценный анонс, а не анонс анонса. Подожди, а кто собирает вообще эту сборную? Ну, собирает генеральный менеджер Virtus.pro и всем известный капитан, как он сказал, имея в виду, наверное, Алексея Сулаберезина. А может быть, не одна сборная? Может быть. Ты же понимаешь, что сборная Украины, Team Ukraine, это тоже не сборная Украины. Это просто Team Ukraine, который, ну, скорее всего, выиграет квалификации. А, все, все, понял, 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 не продолжай. Я просто подумал, что это за я король Нарнии и самый провозглашенный. Нет, ну, мипошка, мипошка, проблемы. Мипошка проседает, и это форсблат в исполнении Virtus.pro Solo. К тому же, воронить баунтируну. А VP 2 в 2 по рунам, но ФБ забирает соло. Это очень даже неплохо для соло. Да, вот этот очень быстрый сапог на Ancient Operation позволяет там и лишнюю руну законтролить, и где-то выйти удивить, и погонять вражеского героя удобней с сапогом. Ну, на самом деле, такое начало для Империи. Ой, тут Паша наполучал тоже. Ну, там же двойной победитель самый умный. против него в деле. Паша делает стандартные дела. Мы не один раз уже видели, как он уводит пак крипов на бэтрайдере на лейн. Ну, и вон скоро разве что может так побежать, и, не знаю, может, еще одну курсу бросить ему на голову. Да, и он бросит ее, кстати. Да, Паше надо отъедаться здесь. Ну, курса против бэтрайдера очень хорошо, да, потому что стики напалм ты не будешь щелкать, надо ждать, пока курса закончится. И, ну, самое главное, это крипы-то пришли. Крипы пришли, Паша здесь получит второй уровень. Лил в мидлейне помогает Ноуану, так же, как Мипошка помогает Фену. Из Фена уже, мы видим, выбили фласку. Быстро теряет свой реген драгоценный. Придется, наверное, тащить боттл какой-то сюда. Ой, проходит Баш. Стрела попадает в Мипошку. Неприятно, Мипошка сейчас может погибнуть, а у него подкоп нет, кропасов, Ноуан. Мисс? Да. Ты что творишь? Ну, и Ноуан пишет Велл Плейт. Ну, действительно, ты же понимаешь, что с лоу-граунда вероятность миссана довольно высока, и Мипошка на одну тычку уходил, но там должен был пройти мисс. Это был бы нечестный фраг. Но реально Ноуан не видел, он там стрелял. Прикиньте, на Тигре сидишь и стреляешь на второй этаж, но это же вообще вслепую. Нет, если я буду сидеть на Тигре с луком, я явно в кого-то попаду. Потому что если я оказался на Тигре, это уже жестко. Тут тоже не совсем правильно выразился. В общем, хороший халявный такой мисс для Мипошки. Мипошка отправляется домой пешком, остается в живых. Самое главное, не дает денежек еще команде Virtus.pro, в первую очередь Ноуану. Надо ему возвращаться, потому что у Ноуана дела идут хорошо, нужно ему мешать, нужно помогать тому же FN на линии. Но Мипошка, мы видим, не в миде, кажется. Нет, все-таки в мид пойдет. Гостик, ударились об него. Гостик, ну тут проблема огромная. Гостика, и это будет еще один фраг. Вопрос только в том, кто его заберет. Подожди, у него еще есть ТП, он посадил деревце и пытается улететь, они обходят, но не успевают. А ты уже взял и похоронил видного Гостика. Красиво, ну Гостик красавчик. Гостик очень четко все сделал. Мипошка, здорово, с Аркейн Руно. Сейчас можно подстелить экспириенс, получить Карапас и на втором уровне выйти и попробовать даже подразумевать Пашу. Сейчас еще умрет один. Так, пошел, 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 пошел. А, ну все, уже фаерфлай закончился. Ну, левел просто взял, это уже важно. Паша тоже недоволен, потому что немножко он экспириенс там потерял. Потому что он не видел Мипошку, он не знает, где он его потерял. Разгон в ФНа. Сейчас Сноу-1 должен быть готов запускать стрелу. Лил, отменил. Мипошка рядом. У Мипошки нету, кстати, Крапейса. То есть он Моноберн взял. Моноберн, конечно, тоже довольно... Полезная штука. Против того же Нуана заставлять его абьюзить Ботл, чтобы у него не было мана ни на что. Ну, Мипошка напрягает. Ну, то, что и должен делать, в принципе, напрягает. Ну, что еще Никсу делает? Единственная проблема медленная экспиция разгон в ФНа. Получает чайный лил, остается без маны, и сейчас уже можно уходить на базу, потому что пользы особо не принесешь. Соло уже третьего уровня. Что неплохо для Ancient Operation на четвертой минуте. Слушай, это очень круто для Ancient Operation на четвертой минуте. То есть он не отстает от оффлейнера, это очень хорошо. То есть он там пулы не может делать. Костик, замерзнет, должен замерзнуть. Да, замерз и погибает соло. Второй фраг в этой игре. Ну, вот опять-таки с Operation очень любят комбо Virtus.pro, любят Operation на Кунка, любят Operation Sven, когда вместе с Хаммером взлетает сразу же из-за морозочка, и уйти очень-очень сложно. Дэдэ забирает No1, и Крипов на себя еще отпулевает. Но они за ним-то все равно пойдут. Ну, куда ему что-то деваться? Будет ли он их держать, не подводя к вышке? Да, будет. Разгон на Мипошку. Соло. Хватит Лимана, чтобы приморозить. Кстати, Sven должен уже выходить здесь. Карпейс нет, не стоит забывать, но нет стана у Рамзеса. Ох, хорошо, Мипошка двоих принял и выживает за счет этого. Ну, а тут Паша творит дела. Поджог вон скоро. Там сейчас через 20 секунд появится Шрайн, так что можно сейчас потерять здоровечко. Правда, долго стоять в Гуастика. Пошел врыв, но продолжения никого не будет. Лил сейчас будет его просто гонять или не будет гонять? Побоялся Лил, то, что может присоединить сюда сейчас в любой момент тиммейт. Гостик как бы уже и не слабый, четвертый левел уже и с рученьки бьет, есть одни когти, поэтому не так легко. Да, FN фармит лес, если бы знал, конечно, об этом Лил, однозначно он бы там оставался, но всегда боится, что может рядом подбежать Эмбер. Эмбер скоро, кстати, будет шестой и надо будет поосторожнее быть, потому что он мало того, что его убить сложно, он еще может быть мобильным и еще много неприятностей. У нас выход на топ втроем. Да, Чапи, пятого уровня, тут в это время ноу-ламп стоит забрать мипошку, пошел подкоп, будет ли тычка с дабл дэмеджа, Вижена пока нет, но вот он выстрел, погибает здесь мипошка и параллельно убивают также и Чапи. Да, хватило, собственно, разгона, левелов хороших нет, у тиммейтов нет у команды Virtus.pro, ну, приближается Паша Классо, уже пятый левел, 800 голды. Мне очень интересно, будет ли Паша идти в свою излюбленную раскачку, то есть через Драму Фендерон сначала, а потом выходить в блинк, либо же, может быть, Блинк возьмет сразу. Пока у Virtus.pro все очень хорошо, два фрага Соло, один фраг на Уана, один фраг вот здесь на топе втроем сделали, игроки команды ВП, ну и имперцы не могут ничем пока на это ответить. Успевает ты при этом еще ВП по стакать, я не вижу, вот есть ли Эншинты для Савена. Опа, Соло, встреча с фанскором, ну и тут Соло должен погибать. Лил рядом, Соло отбегает, вцепился в него ФН, Соло, да, Соло погиб, на Уан дает Старшторм по двоим, тут же Гостик прилетел, закрывает Ноуана, подкопали его, Ноуан без липа, закрывает хорошо Ноуана, Ноуан старается убежать, и тычка залетает все-таки от Гостика. И еще стоит отметить, что побывал рядом при этом всем на Саленсер. Стоило, наверное, продавать Алешку, не надо было ввязываться в эту драку, отменять разгон Лилу, и ничего страшного не произошло. Потеряли бы Эншинт Оперейшн на четвертого уровня, но выжил бы Мидер и Лил. Ломает руну Регина, Мипошка. Правильно, он фолловый был, не надо было, Пошка побежал кого-то искать. Ой, хороший вард, кстати, будет видно постоянно, что здесь происходит. И Соло должен догадываться, что что-то здесь есть, а видел ли он вообще. Они засканили, они сейчас все прекрасно понимают. Вот он, Мипошка. А как ловить? Вот так вот, вот так вот, когда включать Карапейс, непонятно, Мипошка, стрела мимо, будет дальше мансить. Мипошка не попадает под копом, Карапейс ТП аут, и не хватит, конечно же. Чапи убил Лила, кстати. Там еще шанс убить Бэтрайдера, получается, да. Снова Гостик, участвует в этом вайте, прилетает сюда с ТП. И Чапи уже седьмого уровня. Вот как-то 4 фрага подряд от Империи на Virtus.pro буквально за пару минут. Причем на агрессии Virtus.pro все это происходит. Да, любит Гостик, кстати, вот так вот играть Фурионом, то есть постоянно активно участвовать практически во всех драках команды. Иногда это приносит свои плоды. Ну, иногда не приносит, но у Гостика чаще приносит. Чаще вот так весело действует. И попробую его поймать. У Рамзеса все великолепно. У Рамзеса топ-1 Networst, у Рамзеса есть уже Madness. Дальше будет ПТ, потом еще что-то. Ну, типичный Свен. Да, успевает подфармливать. Мы видим и Лиса, и Линию, Лил, третий уровень. Аккуратненько надо быть. С топориком все правильно. Играет против Уриона. Периодически нужно проедать с прутым, чтобы убежать. Вот они, пеньки. Встретил их. Плюс 21. Хорошо. Войю этот лил с пеньками. Чапи тем временем левел 7. Чапи 1-1-1 имеет стату. Его раз убили в ганге, и в следующем ганге, мы помним, ответочка была от Империи. Двоих они забрали. Ну, левел хороший у Чапи 8. Более-менее. Фейзы имеется, Пурманшилд имеется. Есть Аквилка. Он неплохой МК. Каким он будет полезным в лейте, это мы узнаем немножко попозже, конечно. Ну, пока... Паша в инвизе. Есть лассо. Есть попытка на кого-то синициировать. Все-таки через даггер он будет быстрым играть, инвиза закончится. Сейчас спалит ванскоро? Можно спалит? Надо забирать ванскоро. Да, надо забирать ванскоро. Неважно, на ком, надо делать фраги сейчас. Реализация первого инвиза есть. Ну, такой защитный больше у тиммейт. Лил тут отойдет, конечно же. У тиммейт был в первую очередь от Чапи для того, чтобы дальше не побежали. Да, пока нет такого урона, чтобы это останавливало врагов. Так, небольшой неприятный фактор, да, через который идти не хочется. Мепошка. Пока стоит в мидлейне и экспиции. Да, понятное дело, что очень хочется получить шестой уровень. Есть по Куапу, ой, хорошо, на карапейс, браво. Ну, ванн, успеет ли лип? Нет, ничего, не успеет. Браво, мепошка, все очень четко сделал, и Фэн был рядом, и Фэн понимал, что сейчас на Старшторме поймает Нувана. И тут же минусы. И Тавр в миде. Тавр в миде будет прессовать, в защите есть Лил, но Лил такой себе защитник. Будем честны, мы видим еще и Крипов пытается подальше держать от Т1 Тавра гости к своим пеньком. Есть АП. Неужели будут драться за эту вышку? Да, Рамзес, Рамзес стан по двоим может быть хороший, стан по двоим пошел под Гадстренджем, пытается кого-то зарубить Рамзес, но нет продолжения никакого, и в итоге мы видим, что... Задунали вышку, неплохо. Сейчас можно еще успеть Эншентов пофармить Рамзесу. Тут на стакана под варкраем. Рамзес должен взбревать. Ну, ты видишь, что на ботуме происходит. Ноуан делает соло фраг. Ну, дабл дамедж внезапный. Казуальный дабл дамедж появляется у Нончика. Ну, так вот. Старштормом забирает крипочков. А Лил, это что, стак какой-то был? Нет, просто... Крипы за ним уязались. Мимо проходил, мимо и прошел. Так, Никс покупает у нас Том оф Нолледж, очень нужен левел, хотя, в принципе, шестой у него уже был или не было, только что скушал. По-моему, не было у него шестого. Он скушал его, скушал книжечку и стал шестым. Но вот сейчас в Вендетте все-таки должен быть чуть-чуть пополезнее. Проседает у Щипаша по фарму, кстати. Да, у Паши не особо что есть. Мы видим, даггер он себе обозначил первым предметом. Да, если бы купил барабаны, то слишком поздно появился бы даггер. Манкикинг уже получает десятый уровень. Сабельку будет собирать первым предметом. Ну и мипошка. Выход в Вендетте. Очень много людей из Эмпайр сейчас здесь будет. Уже трое. Рамзеса мипошка показывает. Тут же есть, здесь рядом есть и Лил. Мипошка очень хорошая позиция. Но они не знают, что рядом есть Лил. Напали на Рамзеса. Тут же ультимейт от МК. Пошел инвиз. Рамзес. Проблемы в четвером направлении. Рамзес успел дать стан, но погибает. Браво, Эмпайр. Отличный выход. Лил просто тэпа вот отсюда сделал. Ну и правильно сделал. Вышка упадет. За ТФТ ее тут явно не выйдет. Фортификейшн просто, чтобы выиграть немного времени. Классный ганг. В таверне еще 20 секунд будет сеть. Да, ганг крутой, конечно. Вот это первая Вендетта. Показал Свена, как он заходит в пусты. Поставился сразу с эндри, я так понимаю. Ну там, кстати, сами имперцы тыкнули. Да, чтобы если вдруг будет мунлайт какой-то, это не спасло ни в коем случае. Ну да, мунлайт, кстати, был. Но это все равно не помогло. Слишком много дэмэджа. А ультимейт макаки, опять-таки, на голову. Все-таки, как ни крути МК, это очень-очень мобильный персонаж. Так, нужно ловить, и не улетает ни туда Паша. Ни туда улетает Паша. Ночью он не видел Гостика. Может, конечно, сейчас прыгнуть и цепануть кого-то, а в итоге никого он не цепляет. А там уже шрайн, если не ошибаюсь, целый. Да, так и есть. Поэтому заходить на хайграунд было противопоказано. 8-6 в пользу Виртуз Прома. Видим, первое место по нотворцу принадлежит Патме, второе СВ, ну дальше идет Монки, Кинг и ФН. Ну, ты знаешь, пока довольно уверенно играет имперцы. То есть мне нравится, они, несмотря на то, что их вначале так приезжали, там 5-0 был счет, они все четко исполняют, не понимали, что ничего тут далеко еще не потеряли. Так, Сол Эйдж, будет ли вижен по нему, Ванскор, скруты. Все увидели. Ванскор погибнет. Ванскор, нет, должен выжить, должен выжить Ванскор. Там разгон на него отлило, пошел Глобал. Сол по-прежнему жив, кстати, очень неплохо сейчас может быть. Ванскор, Ванскор, Глобал дал, тут же прилетает, ФН пошел, и Чапи в драку, Ванскор еще и на развороте, дерется, Ванскор еще и зарабатывает немножко интеллекта, но манчерс Старшторма будет убивать людей, Гостика забирает, забирает Ванскор, а Паша пытается улететь, размен на данный момент 1-2, Пашу убьют, Лим и Пошка за ним до конца, Паша блинкаут делает, и в итоге эту драку выигрывает Virtus.pro, потеряв только Лила. Классный файт был. Да, на кропалях таких ушел Паша. Самое крутое, что ушел Соло. Я вообще не ожидал, что Соло уйдет в этой ситуации. Там еще Ванскор ушел. Не, Ванскор убили. А он развернулся еще потыкать. Да, он развернулся заработать интеллект и получил тычку от Ноуана и Старшторм от Гостика. То есть, в принципе, Гостики Ванскор погибли с одного Старшторма, ну, там в инвизе была Патма, как бы, знали бы, понятное дело, убежали бы, но, если ты видишь инвизных юнитов, то есть... ты читер. Скорее всего, ты читер, да. Скорее всего, тебя забанят. Доте 2, кстати, реже встречается в случае, я даже не помню, были случаи именно с Мапхаком. В первой доте у нас хватало. Не, были бы, ИНС описывал ситуации и с Течисом, которые взрывают определенное количество мин. Не, ну, я имею в виду на про-сцене. на про-сцене, ну, это, я думаю, сейчас трудно реализуемо. Рамзес. Ну и надо Ванскор цеплять. Как-то, ну, нет лассо. Поймали. Эфена. Хороший фраг. Очень хороший фраг. А Ванскор... и Ванскор хотят убить, пошел бодиблок. Да, Ванскор отсюда тоже не уходит. Минус 2 для Virtus.pro. Абсолютно на ровном месте. То есть, драка ни за что. То есть, тут нет никаких объектов. Нет ни Т1, нет ничего. Просто встроят два героя и это неприятно, конечно. Ну, Чапи тут разменял Соло, который бегал ставить ворды. Соло-то ворды поставил. Чапи замерз. Тут же Паша. Есть лассо. Рядом Рамзес. Зачинить надо стан. Рамзес, вот он стан. Чапи. Хороший ответ от Virtus.pro. Разменяли Соло на Кора. Мстят за капитана. Лешка готов так размениваться. Лепошка. Восьмой уровень. Девендеты еще 15 секунд. Его сейчас могут, кстати, найти. Рамзес его находит. Кидать молоток. Оп. Пытается развести на Краб Пейс. Ну, нереально. Нереально. Очень далеко Лил. У Лила тоже особо маны нет. Догнать здесь мипошку не представлялось возможным. Краб Пейс. Вендеты на подходе. Вордов, я думаю, нет. У Рамзеса так она есть. Поэтому сразу Ромка забил. Не стал бежать. Ну, и правильно сделал. Ну, довольно интересно играть. Честно скажу, что ожидал я, что в первой серии сегодня Virtus.pro будут катить катком, как они вчера катили по Спиритам, и как до этого катили по Спиритам в квалификации на Гамбург. Но тут мы видим, имперцы подготовились. Имперцы дают пока бой. Ну и напомню, что единственная команда, которая выигрывала у Virtus.pro в этом новом сезоне, это Team Empire. Рамзес, Рамзес, Армор есть, пошел ультимейт, остановили Рамзеса, Рамзес. С пяти сторон просто валят по Рамзесу. Рамзес очень долго живет, но, конечно, уйти от пятерых героев это невозможно. Коинглимер нужен Virtus.pro, чтобы он сейвить в таких ситуациях, потому что Рамзес втанковал, я не знаю, сколько сейчас демеджа, его пять героев месило под ультимейтом Monkey King, и при этом он из него выбрался, вышел в шоке. Ну дай ему словно Глиммер Мекку, или просто Мекку и под мапрыгни, дай ультимейт, ну дай просто Старшторм, там жутко больно было бы имперцам. Они уже понимают, что тут будут проблемы. Слушай, когда у него появится БКБ, он станет намного, намного сильнее. Его очень сложно будет убивать. Так, а что у ФНФН решил Линку собрать? Бойцы Бетраидера? Да, все правильно, да, Линка тут то, что надо, наверное. Да, кстати, он взял плюс 30 демеджи, интересный выбор. Классный, классный спирит, люблю таких спиритов. Ну, что, Ботов Юрия собирать? Почему бы нет? А против кого? Здесь самманов нет, зачем развиняться? Людей с руки? Да нет, Эмбер такой себе боец с руки. Ну ладно, посмотрим. Ну, не обязательно Ботов Юрия, что угодно можете собирать на демедж. Сейчас заберет Тауэр, но он на топе, вряд ли кто-то сюда прилетит, тем более, что рядом несколько игроков команды Virtus.pro находятся, Гостик летит, но Гостик летит вот сюда на Соло или нет? Там Монлайт. Да, Монлайт решили забить. Отпустили Соло, пожертвовали на него ультимейт Патмы. Ну что, Рэмзис мы видим 1500 имеет, БКБ следующим у него появится, нужно еще 3-4 минутки будет Black King Ba. А вот и Гостик забирает Тауэр на нижней линии. Еще и Курьер сейчас попытается поймать, да? Браво, Гостик. Очень четко все делает Гостик. Тут же танцует и улетает отсюда. Ну, есть Вижен, почему бы это не реализовать? Все очень классно исполняет здесь Андрей. Ну и он уже на топе. Он уже на топе, он уже скоро будет готов помогать своей команде. Так, но он уходит отсюда. Что там делает Бэтрайдер, объясните мне? А вот он делает. Может он тоже пытался Курьера поймать? Кто его знает, кто его знает. Просто Жука решил включить. Так веселее играть, когда ты прыгаешь неизвестно откуда и все такие о боже, вы посмотрите, это Бэтрайдер. И ливает из доты. Прямо сейчас мой паб описал. Да я любой паб описал. Типичный паб. Я-то недавно запустил флешмоб. Опиши, пожалуйста, свой стандартный паблик одним скриншотом. Если честно, очень мало было смешных скриншотов. А можно же только все придумать-то, а? Вот эти триплы легендарные, да? Фантомка, антимаг, Рейс Кинг. Сейчас, кстати, это не модно. Сейчас чаще кто-то сразу шмотки ломает и начинает курьерами фидить. Никто не идет до последнего. У нас пропал дух авантюризма. Мы больше не сражаемся за керри. Как так? Да, как так? Да, сейчас просто взял, разбил шмотки, там, типа, покричал матом и все вроде заруинил. Раньше надо было за каждого крипа драться, доказать, кто здесь истинный керри. Эх, что забрали тавры здесь имперцы, ну и параллельно мы видим ноуанн пушит Т2. Пульсола. Надо убивать его, надо убивать. Надо убивать уже. Ой, не попадает под копом Мипошка, но не должно это помочь Алексею, да, разрывает его. Ну и по этому делу надо, наверное, где-то здесь подевардить, потому что не просто так бегал здесь Соло, хотя, как мы видим, Соло бегал здесь просто так. Никаких варда. Тайм поставил. Ого, уже орчит к 20-й минуте у Фуриончика с оффлейном. Хорошо, да. Ну, четвертый по нетворцу сверху. Ну, он с Данина забирал довольно много и вообще у Гостика игра идет очень даже неплохо сейчас. Преимущество, кстати, у Virtus.pro было около 4-х, осталось 1000. Так, снизу там экшен, пытается убить Лила и Пашу, Лил пытается спрятаться в кусты, Лил, да, уходит просто в кусты и Чапи, 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 Чапи. Надо ТП делать или убегать? Ну, Лилу надо найти место для ТП, вот он находит место для ТП. Только ТП у него нет. Можно побежать. Скан еще был потрачен, все нормально. На этот раз Moonlight Shadow помог. Надо дасты носить с собой, когда вы играете против Потмы. Обязательно. Monkey King уже с диффузами. И дальше тоже Black King Bar хочет заполучить. Будет он больно набить, это однозначно. Так, вот One Score плюс 10 у него, вы видите. И есть Black King Bar у Свена. Вот сейчас, я думаю, ВП готова подраться. Лил. Хороший подход от Пашки. Ну, не так легко. Поймать этого парня. Там Аркейн Руна лежит на ботаме. Ну, сейчас могут подраться, я думаю, в пятером. Что и задумали, скорее всего, ВП. Но One, Аркейн Руна. И уходить надо отсюда. Есть Монта Стайл. Тоже скоро появится диффуза. Под массу Монтует. Диффузами очень много урона может выдать в файте. Решили Рошана просто забрать сразу. У Сол есть медалька. Вампирика Рамзе захватает. Аркейн Руна залетает. Да. Дарят трошенечко имперцы. Не стали даже драться за него. Там на ботами в это время Фурион сплитпушил немного, но не критично, я думаю. Это будет происходить теперь всю игру. Фурион будет сплитпушить где-то там снизу. No One. Уходит отсюда. Я уже думал, что зацепит окончательно. Там подраться, что ли, можно? Лассо. Подтащили Чапи. Чапи затащили. Есть подкоп. Не попадает ни по кому мипошка. Очень жирный Чапи. И Чапи, наверное, уйдет отсюда. Или ультимейт сплитбрейкера и Чапи должен погибать. Дальше. No One. Будет ли размен? No One. Монту уже проюзал. No One сейвит ее. No One прыгает в атаку. У него две жизни. Не забывая. Вот он. No One первый раз умирает. One Score не знает, куда спрятаться. Видит здесь One Score. Дерево нечем прогрызть. Нет никаких форстафов. No One зарабатывает еще один фраг. Еще и стрелу дает загонку. Мипошка, главное, не подставиться здесь. 3 в 0. Не самый лучший размен на Егис, если честно. Стороны Империи. Зачем было ввязываться в эту драку? И... Минут 6-6-6. Ну да. Чертовски неприятная. Цифра. Как ни крути. Ну, смотрите. Т2 до коллекции забирает себе еще и Virtus.pro. И Лил уже помчался на нижнюю линию отпушивать ее. Потому что скоро появится Фурион. И опять-таки он полетит туда. Паша, Blinkforstaff. Хочет гем купить. Ну, правильно. Сейчас лишить вижена. И после этого можно осаждать уже. Так, баха, отналила. А хватит демджа по Лилу? Нет, конечно, не хватит. Теперь проблемы могут быть у Гостика. Гостик. Рядом FN. Есть Global. Для того, чтобы уйти, стан залетает. Нет, БКБ, варят, на Global не обращает особо внимания. Обидно. Ну, я, кстати, не понимаю, он хотел его сам забирать. Я тоже не понимаю. С Эмбер Спиритом еще получилось бы, наверное. Покажите, сколько там здоровья еще раз у Лила. Так, видим, япошку сейчас убьют. Потом покажем. Но его видно, да? Или не видно? Стрела вслепую замерз. А, теперь видно. Стрела была вслепую. Или там Сентрик стоит чуть выше Виртуз Прошный. Или то не Виртуз Прошный, Сэмбер. Нет, то не Виртуз Прошный. Это Сентрик Империи. Там вариантов не было, куда бежать никто. Либо замерзал, если бы назад шаг сделал. Либо идет по прямой, но Ван его ловит. Так уходит отсюда Эмбер. Ну, ты знаешь, и пошли Виртуз Прошный убивать просто по всей карте. И вот этих вот пять фрагов подряд. Тавр, Тир-2 в миде. Прям очень неприятно. Ой, здорово, Арина Ван. А вот, ой, ну как же неприятно-то, а? Ну, вот это случайность. Потому что тут привет еще и Ванскор. Ой, 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 ой. Это не случайность, ты без Вижены. Я имею в виду случайность, то, что его конкретно там нашли. Потому что у ВП у самих тоже Вижены не было. Они просто туда пошли и привет Макака прыгнула сама в руки. Ну, бывает и такое. Да, вот это да. Вот это... Мне даже не хочется добавить. Игра с ровной моментально в секунду превращается в трагедию. Мепошка и уже под фонтаном добивает. Ого. Что-то как-то знаешь, до Рошанов все шло настолько... Тесно вот так, вплотную. И после Рошана какой-то разгром за буквально три минуты. Да, просто за три минуты. Если можно, Саш, покажи графики. Потому что я прям... Ну, вот смотрите, да? Да, вот просто... Двадцатая минута, а дальше все. Игра закончилась просто. Вау. Нет, ну, на самом деле, да, это класс команды, когда ты умеешь реализовывать малейшие возможности. Вот мы понимаем, да, что игра, по сути, была выиграна в том самом файте в миде, да, когда был Аэгис. А Патмы и Имперцы втроем умерли, разменяв этот Аэгис. Ну, что ты побери, как же так сильно-то рассыпались-то, ребята. Ладно, окей. Я говорю, не люблю райт-кликеров против Свена. Вот здесь Фурион, он может наносить только дэмэдж с руки. Манки Кинг тоже наносит основной дэмэдж с руки. Ну, сложно убивать Свена. И берет еще дэмэдж с руки у нас Эмбер Спирит в качестве таланта. И все равно... Без Вейла и так далее. И все равно Свен сильнее всех, если похитите. И Свен нажимает одну кнопку, и дэмэджа с руки нет. Да, ну что, одной стороны нет у Импайр. Понятное дело, это еще не проигрыш. Но 12 тысяч преимущественно на 26-й минуте. Это очень много. Это невероятно много. И вот линка только сейчас появилась у Фена. Вот смотрим по артефактам. Ничего нового у Имперцев не появляется. Вот кроме той линки из серьезных артефактов. У Virtus.pro тоже, в принципе, ничего особого не появляется. Кроме БКБ у Паши, Глиммера у Соло. Ну, да, вообще ничего особенного. У Свена там 15 тысяч. Уже общая стоимость. Ну, вот у Black King Bar появляется у Паши. Теперь Пашу тоже не взять. Теперь он не боится Карапейса. Не боится Чайнов. Ну, вообще малыш. Ну, он стоит, расстреливает Шрайн в одного опять. Подаркин руной. Слушай, классный все-таки герой Мирана. Немножко недооцененный он. Очень редко его берут. Относительно других мидеров. Ну, герой-то крутой. Бежит тут Корова. На нижнюю линию. Привет. Ой! Напомнить попозже, пожалуйста. Слушайте, я кому-то сейчас напомню это. Лил здесь должен погибать. Ну, Лил... Под Сайлансом, да. Да, добили Лила. Прыгает Патма. Патма цепляет Гостика. Так, есть Глобал. Патма сбросила Глобал в себя. Стрелу на удачу дает. Чапи, Власо, Чапи вряд ли здесь выживет. Хотя ультимейт он успел все-таки раскастовать. Ну, размен. Ну, для Империи, я думаю, сейчас выгодно хоть какого-то героя забирать. Да, тратить при этом Глобал, конечно же, неприятно. Ты потратил Глобал. Вертус Пор принимает, что сейчас нет вот этого главного спла, который их может остановить. Ну, сейчас пойдут, наверное, давить мидл. Заберут Шрайн. Поформят вражеских Эншентов. Заметят сейчас там стак. Да, ну и зажимает, зажимает дальше соперника. Это, наверное, единственное правильное решение. Пришел Рамзес. Говорит, я заберу этот Шрайн. Вы недостойны. Но ФН вынужден сплитить. Точно так же, как и Гостик. Это единственный сейчас вариант отыгрыша. Единственный вариант, как можно вообще что-то сделать. Но он будет Аганим собирать или нет? Просто интересно. Здесь вроде как... Да, наверное, нет смысла, мне кажется. Пенечки есть. Там Блэкинг Баров ни у кого нет. Мне кажется, можно запрыгнуть. А мне кажется, какой-то Бутерфляйт и погнали. А можно и так, да. Так, спид лишним не будет. Так, Соло. Соло должны убивать. Здесь он опять далеко. О, под копом попадает в этот раз. Моноберн. Подходит аванскор. Сворует интеллект. Да. Ну, Леха опять что-то один забрел там куда-то. Ну, бывает. Что БКБ приобретает все-таки No1 решил, что зачем выдумывать велосипед. Зачем брать что-то в дэмэдж. Либо там никакого Бутерфляя, никакого Аганима. Сначала жить. Ну и на самом деле это правильно. Ну, как бы мы там понимаем, что при наличии БКБ очень сложно убивать. Теперь, когда есть три БКБ у Virtus.pro, как с ними драться, вообще не понимаю. То есть Никс Ассасин становится моментально супер бесполезным персонажем. Так, у нас разгон на Гостика. Гостик должен понимать, это прекрасно. И он хоть что-то делать будет? Ну, братан, так не работает. Ой, еще и Арул. Ну и без лосоя его убьют. Да, но он же видел, как его пенька, ну, видимо, не доконтролил. Ну, не факт, что он видел. Да, она красным не отображает, да. Когда просто кто-то ударяется в смоке от твоего пенька. Ой, как быстро. Ой, как быстро падает здание. И плашка прыгает. Капнул двоих. Ну и тут же ответочка. От Паши. И плашка. Два удара. Да, в это время сплитпушит FN. Уронил Т2 на топе. Но тут ГГ пишут, ребята, из Team Empire. 29 минут. В очередной раз после того, как мы откомментировали игру Virtus.pro. Единственное, что остается добавить. Ну, блин. Переигрывают пока. Как-то слишком легко. Сильнее Virtus.pro. Слушайте, зовите их, пожалуйста, напрямую. А, ну, реально. Чего не нам портят эти квалификации? Ну, серьезно. А доколичные игры делаем? Ну, дайте доту посмотреть, а? Ну, Perfect World, вот, Майнер будет интересным. На него квалы вчера тоже начались. СНГшные начнутся через три дня. И там не будет Virtus.pro. Они отказались участвовать. Поэтому там будет немножечко, может быть, поинтереснее. Здесь ВПа тотальная доминация. Просто тотальнейшая доминация. Как бы до 20-й минуты, как мы уже отметили, игра ровненькая. То есть более-менее хорошо они идут. Но дальше, ну, просто. Один файт, и пошла вот эта лавина. Пошел этот снежный ком, который накатывает, накатывает, накатывает. Не остановить его. Империи, я думаю, с драфтами надо еще немного что-то поменять. Потому что этот Манкикинг, который опять не смотрелся. Он опять на коре. Мы видели, когда его вчера загнобили. В этот раз его не загнобили. У него все было хорошо. Он там даже киллы какие-то делал на топе. Но он все равно бесполезен был по факту. Но он в масс-файте ничего сделать не мог. Мне кажется, лучше каким-то стандартом играть. Джиггернаутом, что-то подобное. Можешь сказать, Спектря. Вот ты вспомнил, блин, Джиггернаут. Так а что, это топовый герой. Нет, вот Спектра, я с тобой согласен. Вот этот герой хороший, надо бы его брать. Мипарь. Мипарь. Чапит. Да, вариантов уйма. Но вот сейчас...